Совет ветеранов Лобинского района посетили представители краевой общественной организации Герои Отечества. Наш район во все времена славился своими сынами, которые трудились на благо родной земли. По количеству героев, получивших высшие трудовые награды, Лобинский район в крае находится в числе передовых. Поэтому представители краевой организации считают необходимым создать филиал в Лобинске. Мы считаем, что в вашем районе необходимо создание филиала нашей организации Герои Отечества. На сегодняшний день около 17 человек, награжденных высокими трудовыми наградами, проживают в Лобинском районе. И хочу напомнить, что Лобинский район стал родиной 27 героев социалистического труда. И я думаю, будет правильно, если организация Героев Отечества будет представлена и славными сынами Лобинского района. Я думаю, что это будет очень хорошим стимулом к тому, чтобы наша молодежь, наши дети, наши школьники. На примере наших ветеранов труда учиться и знать, что все в жизни достигается большим трудом. И если ты трудишься добросовестно, если ты стремишься к показателям хорошего, в любой своей отрасли, которую ты выберешь, ты будешь нарожден и будешь почитаться. В планах председателя Совета ветеранов к концу месяца подготовить все материалы и документы для открытия филиала Героя Отечества в Лобинском районе. Перед нами стоит большая задача – это не только увековечить их имена, но и я поставила перед собой задачу вместе со своим коллективом увековечить фамилии почетных граждан города Лобинска и Лобинского района. Я надеюсь, что вместе с вами, дорогие товарищи, мы справимся с таким серьезным, ответственным заданием, чтобы нашему молодому поколению оставить память о наших земляках, о наших дедах, прадедах, отцов. Лилиция Океан, Игорь Исаков, телекомпания Лоба.